Совсем недавно в нашем городе прошел форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока, организованным фондом президентских грантов и правительством Новосибирской области. Там поучаствовало 600 руководителей проектов из 21 регионов страны, и в том числе в форуме принимали участие Пенсионеры Онлайн. Это сайт, о котором мы прямо сейчас поговорим. И как победитель президентских грантов в 2017 году с проектом «Я живу, а значит, всё смогу», они сегодня у нас в гостях. Это директор Татьяна Николаевна Тарновская и главный редактор Светлана Анатольевна Сучкова. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сначала немножко вообще о сайте, о гранту и к форуму чуть-чуть попозже вернемся. Какие возможности открываются для пенсионеров с помощью вашего сайта? Что там можно делать? Ну, я скажу, потому что сайт для пенсионеров мы начинали 5 лет назад с единственной целью. С юбилеем вас. Спасибо. С единственной целью, чтобы он был полезным для пенсионеров. То есть это было, чтобы не как... И простым в обращении, наверное, да? Да, и простым, доступным и полезным. Вот. На сайте сделаны рубрики так, которые соответствуют всем запросам жизни человека, в принципе, тем более человека в пожилом возрасте, о пенсиях, социальная поддержка, льготы, скидки для пенсионеров и где можно бесплатно заниматься физкультурой. То есть, во-первых, это большой объем справочной информации. Да, 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 да. Вот. То есть с этой целью как бы мы хотели создать энциклопедию пенсионера современного, да, чтобы он мог открыть и воспользоваться ей. Узнать контакты, пойти позаниматься, сходить на бесплатное мероприятие культурное и так далее. Задать вопросы, которые у него накопились. У нас на сайте поначалу действовало несколько онлайн-экспертов по разным вопросам, пенсионным, юридическим и так далее. Сейчас немножко это количество сократилось. Ну, мы меняемся, то есть исходя из запросов потребителей наших. То есть, насколько они хотят что-то видеть на сайте, мы к этому идем. Ну, вот, наверное, такой объем информации, он требует постоянного обновления, потому что актуальность все время меняется. И у вас должен быть какой-то штат сотрудников, которые все время, что-то вроде корреспондентов, наверное, которые постоянно обдавляют эту информацию, так это? Да, конечно, у нас есть и небольшой штат сотрудников, ну, и в основном это внештатные наши корреспонденты. Два года мы работали... Волонтеры, так скажем, нет? Ну, волонтеры, конечно. Два года мы работали по областному гранту, создавали интернет-корпункты в районах области. Было создано 8 корпунктов таких, где наиболее активные интернет-пользователи наши стали нашими корреспондентами. Сейчас, как бы, таких грантов у нас нет, и возможности активно с ними работать нет. Но, тем не менее, тех, кого мы вовлекли в свою орбиту, они продолжают оставаться нашими корреспондентами. Кроме справочной информации, может быть, там есть какая-то площадка для общения между собой, какой-то личный кабинет, что-то такое? Ну, сейчас нет, был сначала форум, но он не очень был востребован пенсионерами. Сейчас все перешли в социальные сети, у нас есть странички в социальных сетях, и общаются в основном люди там, то есть на той уже площадке социальных сетей. Ну, а по поводу проекта, с которым вы выиграли грант, что за проект, Татьяна Николаевна? Я, правда, хочу еще добавить, Светлану Анатольевну, наш сайт создан таким образом, вот интерфейс его, да, нашего интернет-портала, что он помогает людям закрепить практические навыки в изучении компьютерной грамотности. Мы специально шли к этому и создавали его так, чтобы им было удобно. Я хотела спросить, вы, наверное, и проводите какие-нибудь уроки по компьютерной грамотности? Потому что человек, может, и хочет воспользоваться сайтом, а много все еще тех, кто не пользуется компьютером. Совершенно верно. Когда мы запустили в работу сайт, мы поняли, что пользовательская активность не так уж и сильна. Мы не видим обратной связи, мы поняли, что у людей, которые закончили компьютерные курсы, нет практических навыков. И мы стали проводить и индивидуальные консультации, и групповые, тоже был, у нас грант был Самарский конкурса «Серебряный возраст». Мы создали компьютерный лицей пенсионера онлайн. Это несколько рабочих мест, где потом мы проводили занятия и консультации. До сих пор люди могут воспользоваться этим лицем. И дело пошло, да? Действительно много пришло людей, много откликнулось? Вы знаете, желающих много, потому что это очень помогает. То есть люди даже приходили со своими ноутбуками, и они могли тут же получить консультацию, ответы на свои вопросы. И никакие курсы не помогут, если человек не будет практически заниматься этим. А наш сайт можно открывать информацию, читать, переходить куда-то на другие страницы, смотреть различные рубрики. Во-первых, ты свой интерес удовлетворяешь, и ты получаешь вот такие практические навыки, которые тебе помогают и в дальнейшем в интернет-пространстве как-то ориентироваться. Ну это здорово, потому что я вот, допустим, даже возьмем мою маму, у нее хоть и есть ноутбук, и она там более-менее что-то разбирается, и ходила на курсы. Но периодически, когда я приезжаю к ней в гости, Саша, мне надо поменять аватарку, Саша, мне надо найти вот эту информацию. Саша, ну то есть, действительно, это нужная вещь. Отправляйте ее к нам. Твоя мама твоего возраста, и она все равно периодически спрашивает, а почему у меня вот это не открывается? Так что тебе тоже можно зарегистрироваться на пенсионер. Я бы очень посоветую ей зайти на пенсионер54.ру. Ей станет интересно, если она захочет узнать какую-то консультацию, какую-то информацию, она, естественно, не будет уже вас просить, она сама добьется. Поставленная задача всегда мотивирует достичь цели. После рекламы вернемся, поговорим о проекте. И все же, как бы мы ни старались, некоторые люди в возрасте все равно не хотят прикасаться к компьютеру по каким-то своим личным убеждениям. И вот тут в дело включается их молодежь, их внуки, дети, которые тоже таким образом становятся участниками и пользователями сайта Пенсионеры Онлайн. Только что за эфиром Светлана Анатольевна рассказала нам, что очень часто приходят вопросы и звонки именно от молодого поколения, которые задают вопросы про своих бабушек и дедушек. Вот, в этом плане тоже это очень полезно, поэтому все запомните адрес пенсионер54.ру. Ну что, мы возвращаемся к теме грантов. И вот проект «Я живу, а значит, все смогу» был отмечен и стал победителем. Расскажите о том, что вот вы набрали информационную базу, вы популяризировали, вы всех научили, кого могли, да, пенсионеров, пользоваться этим сайтом и решили, что нужно идти дальше. И придумали еще один проект. Что за проект? Нам всегда была интересна обратная связь. Пользовательская активность у нашей целевой аудитории, у пенсионеров не так развита, как у молодежи, да, когда лайкают, когда тут же в комментариях начинаются дебаты. Наши тихие пенсионеры, они прочитали, и нам было очень интересно узнать, каково их мнение, как они относятся к сайту. Редкие комментарии, конечно, не удовлетворяли нас. Поэтому мы задумали такой проект создания клуба пенсионеров онлайн. Мы рассчитывали на небольшую такую команду, которая будет помогать нам. Все-таки работа сайта это практически круглосуточная работа. Вот Светлана Анатольевна не даст соврать. И мы создали такой проект, который вошел в число победителей. Называется он «Я живу, значит, все смогу». Это создание клуба, это создание справочника для пенсионеров с полезными ссылками и телефонами. Потому что не секрет, наше поколение все-таки привыкло к книге, к книжному варианту. И что-то иметь в сумочке, напоминалку, какую-то памятку, это, конечно, необходимо. Необходимый помощник. И вот на этот наш призыв войти, записаться в клуб вместо пяти человек записалось огромное количество. Ну, по нашим меркам пришлось даже немножко сдерживать рамки. То есть клуб это реальный, встреча в реале. Да, это офлайн, да, встреча офлайн. Мы собираемся раз в неделю. Когда мы знакомились с нашими участниками, оказалось, что за плечами у каждого участника прекрасный опыт, богатый жизненный и профессиональный. Мы обрадовались, что каждый что-то принесет и начнет действовать. Это клуб самоорганизации и самореализации. То есть это не клуб посиделки с чельпитием. С плюшками и вязанием, нет? Да. Жаль, а представляется такая уютная атмосфера. Да, вот почему-то это вот такое уже бытует шаблонное мнение, что пенсионеры собрались, чаю попили, песни попели и все. Мы не исключаем и это. Как сказать, ничто не чуждо. Это только начало вечеринки. У нас как раз это получается под занавес от первого этапа. Мы сдали сейчас отчет по первому этапу нашего проекта. И мы, когда делали отчет, мы ужаснулись колоссальному количеству мероприятий, проведенных встреч, не только раз в неделю обязательных, да, но и за рамками этого дня. Это экскурсии, это походы в театры, в кино, это выставки. И настолько любопытные и любознательные люди, когда выходят на пенсию, вы даже не представляете, это как будто вот из рогатки выпущенные на свободу. Камень, ну не камень, стрела будем так говорить, стрела свободы. То есть люди освободились и стремятся, вот, они освободились от своих вот каких-то обязательств, да, перед семьей, дети выросли. Работа так не сдерживает, когда человек сидит по 12 часов, по 8-12 часов увлеченный, да, и он не понимает, что ему дальше делать. В общем-то мы помогаем людям адаптироваться в социуме, когда выходят на пенсию, потому что многие очень боятся этого момента. Ну конечно, в таком возрасте уже намного тяжелее заводить знакомства, там, куда-то идти с кем-то новым общаться, и это большая социализация. Приходят люди, конечно, в большинстве даже одинокие. Дети разъехались, или так случилось, что человек вынужден жить один, ему нужно общение. И они готовы помочь. Вот мы проводили, допустим, компьютерное занятие, уже быстренько три человека подключились со своим опытом, показали тем, кто что-то не понимал. И вот мы надеемся, что в дальнейшем так будет. А есть какая-то статистика, как много людей уже зарегистрировано, ваших постоянных пользователей? Ведете вы счетчик? Ну он у нас как на сайте ежедневный, круглосуточный. Сколько за день посещений? Ну посещений около тысячи, там по-разному бывает просмотров, там полторы тысячи, больше даже. То есть, ну с учетом соц. страниц, где мы дублируем наши новости, интересные события, то есть это где-то около тысячи. Еще вконтакте есть страница сайта? Вконтакте, в фейсбуке, в одноклассниках. Супер. Можно еще добавить по поводу клуба? То есть мы там действительно, у нас клуб онлайн и офлайн, потому что занятия мы проводим на основе в основном рубрик сайта. Например, финансовая грамотность, у нас есть рубрика финансовый советник. У нас был целый цикл посвященный финансовой грамотности, приходили специалисты, и опять же на основе интернет каких-то знаний. Сейчас, когда огромное количество мошенников, которые специализируются на обмане именно пенсионеров, вы делаете, конечно, колоссальный вклад в то, чтобы у них не оставалось поле для деятельности. И вот еще одна фишка, которая была у нас, родилась. То есть наш член клуба Елена Годунова, она организовала, она очень продвинутый пользователь, педагог из Искитима, организовала школу пенсионеров-блогеров. То есть это для самых продвинутых наших участников, то есть как бы внутри клуба у нас есть школа пенсионеров-блогеров, где они научились делать вот эти блоги, активно пользоваться всякими инструментами гугловскими и так далее. У вас в группе ВКонтакте есть ссылки на этих блогеров? Очень интересно посмотреть. У нас в рубрике «Клуб пенсионеров онлайн» есть вот на сайте, а там есть вот ссылка на эту школу, да. Вы были на форуме. Что вам это дало 11-12 мая, тот самый форум культурных проектов? Кого вы еще увидели, чему научились, что еще бывает интересного? Форум, конечно, нас потряс своей масштабностью. Ну, во-первых, организация была прекрасная. И мы поразились, что люди из самых отдаленных уголков нашей страны, из Чукотки, Сахалина, ну просто... Какой проект у вас больше всего потряс? Такого не было? Нет, вы знаете, нас так систематизировали по номинациям, по темам, да. И вот в своих группах, когда шли какие-то занятия, встречи, мы увидели схожие проекты. Мы смогли обменяться с людьми контактами. Мы будем пересекаться теперь и поддерживать какие-то отношения обязательно. Обязательно. Возможно, у нас совместные, может быть, и совместные проекты, да. Несмотря на то, что они живут, допустим, в Красноярске, Иркутске, Барнауле, Омске. Пенсионеры всех регионов, объединяйтесь. Да, не сказать, что это вот именно такой проект. Они немножко различаются, но все равно это социальная вещь. Это и помощь пенсионерам, и инвалидам, и, в общем, людям, которые нуждаются. Спасибо вам большое. Мы вам очень благодарны, что нашли время и пришли в перерывах между своими встречами, форумами и активностью. И напоследок Татьяна Николаевна обещала нам забавную историю из жизни рассказать. Давайте. Логотипом нашего сайта является черепашка, любопытная черепашка в компьютере. Мы ее выбрали, ну, конечно, это символ, это хороший символ, такой знаковый. Потом это интересная такая фигурка, которая не обоедена дизайнерами. Вот сейчас начался фестиваль как раз дизайн в нашем городе. И она нас как бы, ну, особо не удивляла. Мы описали это, все у нас стоит на сайте. Но вдруг, вдруг к нам пошли черепахи. У нас собралась коллекция черепах уже, я не побоюсь сказать, что эта цифра близится к трех. Вы имеете в виду сувенирную продукцию? Да, конечно. А я уже думала, настоящие. Да, и настоящие у нас есть. Мы проводим традиционно, в свой день рождения, в день рождения организации, мы проводим черепашьи бега. А, ничего себе. Да, это конкретные черепашьи бега. Первые прошли с ребятишками из приюта Кочаневского. Было очень интересно. И мы дальше стали проводить каждый год. Вот четыре уже раза мы провели. И вот на свой юбилей также были черепашьи бега. Ну что, есть у вас черепашка-чемпионка, которая побеждает из года в год? Да, конечно. Как один ребенок на соревнованиях этих сказал. Он так разобиделся, что его черепашка, ну, этой командой дошла второй. Что же вы нам такую старую подсунете? Спасибо большое. У нас в гостях была Татьяна Николаевна Тарновская и Светлана Анатольевна Сычкова. Удачи и развития, и процветания вашему сайту. Спасибо большое. И мы тоже говорим до свидания. До завтра в студии Радио 54. Для вас работали Талалаева Настя. Александр Часоветин. Всем добра и позитива. Желите интересно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова